Стоит отметить, что Лёша по факту является белым поясом бразильского джиу-джитсу. Он больше выступает по грэпплингу. Миша – коричневый пояс по БЖЖ. Участник многочисленных международных соревнований. В бразильском джиу-джитсу после 30 заканчивается категория взрослых, начинается категория мастера, и они идут каждые 5 лет. Но всегда у любого мастера есть возможность записаться в категорию взрослых, если у него есть на это силы, желания и возможности. Собственно, мы сейчас видим Мишу с эдалтами. И это очень-очень круто. Ну, насправді у Михайла есть чудовая возможность довести, что ростовый человек продолжается, и 38 – это далеко не межа, и есть возможность конкуровать гидно с набагато молодшими оппонентами. Я вообще считаю, что у каждого свой предел, и предел и возможностей, и возрастной предел. То есть никогда нельзя сравнивать себя с кем-то другим, потому что только ты сам за себя отвечаешь, за свои возможности. Миша работает над проходом ног, над проходом открытого гарда Леши. Задача же Леши – не пропустить Мишу через свои ноги, то есть не дать ему занять более выгодную позицию. Именно поэтому он активно работает и ногами, и бедрами. Был попытка болевого на стопу. Но не закончилась удачно. Три хвилии на сутички уже позаду. Точится такая активная позиционная борьба. Миша работает спокойно. Он выжидает момент для взрыва, для того, чтобы обойти ноги. Как правило, это происходит блоком. Верхний блокирует двумя руками стопы, либо голени. Опрокидывает их в одну из сторон и сам двигается в другую. Именно так обходятся ноги. Один из вариантов. Перехопил нижку Михаила Артемовича. Очень похоже на стимулок, когда стопу упирают в живот и блокируют руками. Половина времени. Насколько сейчас контрдии диняка небезпечные для Артемовича? Да, особенно сейчас блок стопы и блок колена. Полностью блок бедра всей ноги. Но Миша активно защищается. Ему удается забрать ногу, то есть поставить блок. Миша очень много времени, помимо борьбы, уделяет физподготовке. У Леши хорошая подвижность бедер и хороший открытый гард. Миша блокирует ноги. Вполне вероятно, что мы сейчас увидим проход. Мы видим, что Леша делает попытку выхода на Кимуру. Болевой на плечо. Но Мишин бицепс играет. Но снова же таки физическая сила. Тут вырешие. Это естественно, потому что, когда в болельском джу-джитсу продвигаешься по поясам вверх, то есть, скажем, черный пояс, наивысшая степень выступательная в профессиональном джу-джитсу, то всегда у кого-то из атлетов более любимые позиции снизу, либо сверху. Но, как правило, каждый умеет вести свою игру с этих двух разных позиций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока что у нас, насколько я разумею, найдовшая суточка сегодняшнего дня змагального. Да, уже больше 7 минут. Ребята активно атакуют ноги друг друга, но пока что... Ага, Леша пробует сделать рыбий хвост. Это когда стопу заворачивают вовнутрь с блоком, но опять без результата. То есть, это была всего лишь попытка. Как думаешь, сейчас кто-то из спортсменов уже рассчитывает на то, чтобы все-таки добывать победу по пенальти, так бы мовите? Чи все-таки будут сейчас рисковать и эти последние секунды используются по максимуму? А час без жаль, не всплывет. Да, осталось 5 секунд. Ребята не особо спешат. Видимо, они уже настроены на дополнительное время. Уважаемые господа, назначается позиционная борьба. Позиционная борьба. Рефери бросает монетку. И тот, кто выигрывает, выбирает позицию, из которой будет начинаться борьба. И так, выбрана позиция бэк-контроля. И сейчас будет пробовать задушливого, так? Да, нужно максимально быстро задушить. Чем быстрее ты выполняешь прием, тем лучше, потому что потом этот час будет сравниваться с соперником. Он держится Михаила. Но не так уже и долго. Щелепу сильно почувствует перетис ему Диняк. На самом деле, когда дело касается удушающих, то соперники не всегда обращают внимание, корректно или некорректно они душат. То есть это может быть челюсть, а может быть шек, либо кадык, как повезет. Диняк. Выслизает Диняк и победит. Вот так вот. При том, что очень непросто сложилась для него сутичка в позиционной борьбе после завершения основного часа. Диняк сумел выиграть свой шанс и, соответственно, выслизнул. Да, это было интересно. Десь не доприхопил Михаила, мне кажется, так? Да. Разумеешь, что нужно выполнять прием швидко после того, как его задушил Диняк. Поспешил, поспешил, и поэтому вышла ситуация из-под контроля. Такое бывает. Субтитры создавал DimaTorzok